Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад и всех там увидеть. Ну и также вам вот небольшое задание. Если вы хотите увидеть неделю карьеры за игрока, давайте под этим роликом мы наберем 20 лайков, потому что прошлый отлично для вас зашел и по лайкам отлично, и по просмотрам, поэтому 20 лайков и будет неделя карьеры за игрока. Итак, сегодня у нас, во-первых, дебют в профинальном футболе, можно так сказать. Вот из молодежки мы перешли в КПР и первый официальный матч в чемпионшипе, играем на выезде против Роттердхэма. Так, ну у нас идет вот эта вот катсцена, мы сидим тут в тренажерке. Эй, не перетрудись только. Так, ну и вот, вывесили список стартового состава на игру против Роттердхэма. И вот подходит наш Хэрри Уолкер. Ну и отлично, седьмой номер в старте, отбили кулачок и пошли настраиваться на игру. Ну если так посмотреть, самый высокорейтинговый игрок у нас это Дик и Балагун, два центральных защитника. Также есть Уиллок повыше нашего рейтинга и все равно это все. Поэтому можно через пару тренировок уже стать самым высокорейтинговым игроком КПР. Ну а составы обеих команд в наших ранах поехали. Так, вот Дикс. Отлично, Уолкер с левой ноги, но пробил по центру. Нерабочая нога у нас была сейчас задействована в этом моменте, но все же удар в створ мы нанесли. Уже хотя бы как-то свое имя, статистику на этот матч мы занесли. Уолкер. Отлично проходит, и вот такой вот парашютик еще Дикс, но я так понимаю он в створ даже не попал. Еще раз смотрим. Трудно конечно так было в присядку здесь пробить. Да, не затронулся голкипер, поэтому будет удар от ворот. Подперед. Уолкер. И навесик. Какой хороший, и голкипер здесь уже лишь только выручает. И опасный момент, в итоге угловой удар в створ. Первый причем удар в створ. Вот Роттерд Хэма в этом матче. Так, а нам поставили суператаку. Задача от тренера. Уилок. Пролить, а его заменили, кстати, да, Уилок. И вот у Уолкера был отличный сейчас шанс забить. В итоге уже второй удар в створ в этом матче. Но голкипер парирует удары нашего игрока. Уолкер. Пытается он найти какую-нибудь лазейку. Здесь вот проходит и пас, и это голевая передача. И от нас просили навешивать. И вот. 74 минута, и это вообще первое результативное действие Уолкера за КПР. Вот, весь первый тайм мы пытались это сделать, навесить, хотя бы голевую передачу отдать. И вот. В этот раз получилось. И отличный гол. Дикса. Выводит КПР вперед в этом матче. Так. И вот как же отлично все здесь проходит. Сейчас Шодипо. Можно пасовать. Конечно. И ну просто здесь все шикарно было сделано. Уолкер забивает и у этого парня гол плюс пас. За первый тур в профессиональном футболе. Здесь было все отлично сделано в этой атаке. Не стал даже с первого касания бить. Потому что был уверен. Потому что голкипер не достанет. Но было очень, кстати, опасно. Мог. Мог. На самом деле, если бы раньше стартовал голкипер. Но. В итоге 2-0. На выезде КПР обыгрывает Роттерт Хэм. А у нашего Уолкера гол плюс пас. И. Как мне кажется, абсолютно заслуженно. Должен получить звание игрока матча. Действительно. 9-0. Получает он оценку. Шадипа отдал на нас голевую. А мы отдали на Дайкса. Вот. Поэтому. Замечательно. 2-0. В двух этих атаках как раз и поучаствовал. Харри Уолкер. Что у нас по XG. Ну мы на 3 мяча наигрывали. Разница здесь, как вы видите, все равно должна была быть в 2 мяча. Так. Ну и за матч мы получили 113 очков. Вот понять бы только, как эти очки называются. Именно вот запоминать. Там Маэстро. Всякое вот это вот. Ну я не знаю. 113 очков. В общем по второму показателю мы получили. И сделали только 2 задания. Вот успешные навесы мы не смогли к сожалению не сделать. Зато получили какой-то там уровень. Сейчас уровень не знаю. Восьмой я так понимаю. У нас или седьмой. Мы движемся к восьмому. Нет. У нас седьмой. Да. Вот. И нам дали 3 очка навыка. Так. Ну и мне кажется. Надо нашему Уолкеру прокачивать скорость. Это абсолютно точно. Начнем наверное с разгона. Вот. Скорость рывка уже нам не хватает. По баллам вот этим очкам навыков. Не хватает скорости. Дриблинг может быть где-то и есть. Но вот именно надо вот взрывную скорость на фланге. Чтобы просто мяч придется пробросить и убежать от защитников. Пока что этого вот не хватает. Ну и давайте дриблинг. Добавлю. Один балл тут у нас оставался. И в итоге дриблинг теперь у нас 89. Ну что же. После игры сразу же выходит статья. Харри Уолкер новый герой. Пусть Харри Уолкер долго запрягал. Но сегодня он быстро поехал забив первый гол за клуб на взрослом уровне и получив звание игрока матча. Харри Уолкер угодил с поля под аплодисменты и скандирование его имени с трибун. Болельщики просто невероятно поддержали меня. Признался герой после матча. Мне нравится этот клуб и они знают сколько он для меня значит. Меня просто переполняют эмоции. Вот так вот. Замечательно. И у нас сразу же появляется здесь вот событие. Прочитать книгу о легенде клуба. Узнаете о жизни легенды клуба КПР. Уровень индивидуальности у нас. Первый получим очки маэстро и очки стержня. Ну что же у нас второй тур и сразу же нас сталкивают с Престоном, которые сейчас идут на первом месте. Они выиграли первый тур со счетом 3-1. У нас такая же практическая разница, но скорее всего здесь по забитым мячам отсортировали. У них три, у нас два. Но все же сразу же битва титанов. Хоть и после первого тура, но все же обе команды выиграли и хотят продолжить вот эту вот победную серию. Ну а мы как раз играем дома и будет интересно на это посмотреть. Состав в наших кранах. Поехали. Ну что же, домашняя игра. КПР против Престона и задание. Оценка не ниже 8-5. Обводки и не проиграли. Давайте вот возьмем процент обводок в этом матче. И вот так вот сразу я просто на молчанке сидел смотрел, потому что мне еще и в кадр не попала эта атака. Но вот на седьмой минуте Престон забивает. Смотрим, как это было. Вот здесь вот, что делал вообще обороны. Я понять не могу. Ну, шикарная атака. Теперь нам надо отыгрываться. Это уже, естественно, не Роттертхэм, которым даже Волкер смог забить и голливую в этом матче отдать. Здесь уже все серьезно. Так, опасный момент и 2-0. Без офсайда, без ничего. Просто 25-ая минута. 2-0. Смотрим. Аккуратно опять передача. Стоит, руку поднимает наш четвертый номер, чтобы был офсайд. Хотя офсайда там в помине не было. Этот игрок забивает нам уже дубль. 3-0. 30-ая минута. Что происходит сейчас с КПР, я понять вот не могу. Опять же, просто обычная передача. Здесь, ну, не накрывают. Не знаю, голкипера резервного поставили или что. Так, Волкер. Хорошая передача, но в девятку не пошел Дарут Дайкса. И все, финальный сысток. Счет не изменился после первых 30 минут. Также мы вот и проиграли. Со счетом 3-0 разгромное поражение дома. Не знаю, с чем это можно описать. Из-за чего это, в принципе, пока что мысли у меня на этот счет нет. Ну и по заданиям мы только сделали процент обвода, который от нас и требовался. 50% дополнительную задачу мы не выполнили. Итак, сейчас у нас игра в Кубке Карабао. Мы начинаем с первого раунда и играем против команды Бёртон. Я не знаю, из какой она лиги. Может быть, из первой, либо из второй. Но мы играем дома. Это главное. И... Прошу прощения. Сейчас нам надо перед своими болельщиками же извиниться за вот это вот поражение, которое было дома 3-0. Понятно, что уровень команд абсолютно разный, но все-таки пройти в следующую стадию Кубка было бы замечательно. Состав в наших ранах. Поехали. Ну что же, игра в Кубке Карабао против Бёртона и задание. Оценка ниже 9-0, успешные навесы снова и командное владение. Давайте оценку возьмем. Но будем понимать, что от нас снова требуют голевые передачи. Отдавать. Будем пробовать. И вот так вот. КПР вообще потерял свою игру. Пропускает второй матч подряд, да еще и вот. От слабого соперника. Я честно не знаю, из какого дивизиона Бёртона. Надо было посмотреть, наверное, перед этим матчем. Но капитан Бёртона забил с углового. Итак, Геллиджен. И забивает второй. Что происходит с обороной КПР? Пять мячей. Она пропускает, ну, за два матча последний. Хоть он еще и не закончился, но все равно. Где та команда, которой мы обыграли Роттердхэм? Разгоняет атаку команды. А если с дальней дистанции? Ну, здесь еще и удар такой пошел. Голкипер был к нему готов. И намертво его забирает. Снова Волкер с мячом. Снова делает подачу на дальнюю. Но здесь снова защита. И все-таки 2-1. Отлично уменьшаем преимущество Бёртона. Забивает Дайкс. Перед самым перерывом. Перерывом. Вы серьезно? 3-1. Опять, что там произошло? Где наш тот вратарь, который играл против Роттердхэма? Ну, это что за бред-то? Он даже не прыгнул на месте и решил завалиться. Мы продали что ли основного вратаря. И теперь у нас стоит вот этот резервист. И нас, естественно, меняют. Не знаю там на какой минуте. Отыграли мы 80. Два удара в створ нанесли. Но как-то так. И все, заканчивается матч. Также домашнее поражение. Правда, теперь уже со счетом 1-3. Ну и как вы понимаете, за матч мы не выполнили ни одного задания. Ну и как вы видите, Бёртон сейчас идет на 16-м месте в Лиге 1. А мы в чемпионшипе. Ну, вот как-то так. Ну что же, друзья, давайте мы, пожалуй, на этом и закончим. Я не знаю, ну вот надо просто закончить, пока вот эта вот череда наших поражений не продолжилась дальше. Не знаю, может быть, в следующем ролике у нас получится вернуться на тот же лад, с которого мы начинали. С победы. С счетом 2-0. Но посмотрим. Друзья, напоминаю о том, что если набираем 20 лайков, будет неделя карьеры за игрока. Поэтому все в ваших руках и силах. Кстати, как вы видите сейчас, увидели по новостям, лучший игрок турнира. Вот так, ну тут Венисиус Джуниор, это ладно. Вот. Узнаете этого паренька? Это Хавьер Мунис. Я его, естественно, сюда перенес. Можете сейчас посмотреть. Ну и вот он, пожалуйста, Хавьер Мунис, 11 номер, кто смотрел нашу прошлогоднюю карьеру за игрока, то наша вселенная разрастается. К Хавьеру Мунису теперь вот Харри Волкер присоединяется. Но так более-менее будет интересно, мне кажется, вдруг получится когда-то, что Харри Волкер сыграет с Хавьером Мунисом в каком-нибудь английском клубе. Кто знает, кто знает. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданных Встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok